В семье супругов Чалых события. К ним в дом провели газ. Это первый адрес в Супоневе, куда по президентской программе социальной газификации поступит голубое топливо. Суть программы в льготном бесплатном подведении газопровода к земельному участку. На кухне выполняются последние операции по установке оборудования. Проверяем наличие утечки газа с прибором. Утечки нет. Ноль. Подведение газа – это очень важно для жителей. Ведь раньше им приходилось платить за отопление, исходя из стоимости потраченного электричества. Теперь же все изменится. В результате обогрева газом в семье Чалых будет ощутимая экономия денег. У нас собственный дом, поэтому мы до газификации отоплились электричеством. Это очень дорого. Особенно в холодное время года нам было, конечно, холодно. А сейчас надеемся, что все будет и гораздо дешевле, и теплее. Обеспечение газом по программе социальной газификации выполняется для льготных категорий граждан. К ним относятся в том числе и пенсионеры, проживающие в собственном доме и имеющие определенный уровень материальной обеспеченности. Для тех льготников, которые подают заявки на подключение к системе газоснабжения, процедура заключения соответствующего договора была предельно упрощена. Абоненты могут подать заявку либо через сайт Мособлгаза, нажав вкладку «Социальная газификация», также могут обратиться на РЭС, либо также существуют выездные группы, которые приезжают в селение, в деревни, и могут абоненты подойти к мобильной бригаде и подать заявку на социальную газификацию. Ольга Русанова сообщила, что в Супоневе есть и другие жители, чьи дома будут обеспечены газом в соответствии с льготными условиями. На сайте Мособлгаза можно прочитать, что работы в этом населенном пункте планировалось начать 12 сентября, но газовщикам удалось подключить дом пенсионеров Чалых к газоснабжению с опережением графика. В целом на социальную газификацию в городском округе Щелково подано 1313 заявок. По 1179 заключены договоры на подведение газа в дома. Работы идут полным ходом. Они уже выполнены по 81 заявке. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.